здравствуйте дорогие друзья с вами разжевалова наталья и сегодня 3 заключительная часть по вышивке монограммы сегодня у нас будет несколько таких моментов которые мы затронем они будут небольшие по объему поэтому мы успеем и закончим работу первое это мы сделаем вот такую контурную линию вышьем здесь листики одну вот эту петелку я уже сделала причем использовал здесь ленты двух оттенков сейчас мы с вами такую же петелку сделаем здесь дальше посмотрим как можно дополнить вот эту вышивку еще травинками тоже начала я делать и сегодня с вами вместе продолжим мы следующий момент это сделаем небольшую тонировку серединок роз паутинок в принципе это можно делать можно не делать но всегда я считаю что серединку можно у цветочка выделите немножко затемнить и последний этап это покажу как можно еще приукрасить монограмму используя бисер или бусинки опять-таки от по желанию то есть я покажу но делать на своей работе я это не буду итак мы начнем с листьев здесь мы выбираем направление сначала то есть если у вас какая-то другая буква то вы посмотрите по своей букве то есть если мы пишем буковку н вот таким образом то вот это вот линия которая у нас вышита нитками она у нас проходит снизу и вверх поэтому я листики расположилась снизу вверх использовала одновременно две ленты вот сейчас мы этот прием тоже посмотрим возможно вы его тоже будете использовать то есть я беру ленточку и темную я беру ленточку светлую которая была у нас на остальных цветочках это это ленты 6 миллиметров обе ленты вставляю в иголочку и обе ленты опаливаю вот на этом участке посмотрите я чередовал причем не так чтобы было прям два темных два светлых то есть они идут где-то 3 светлых листика где-то они идут вообще вот как-то не по порядку и со сдвигом то есть не делайте опять-таки одинаковые какие-то вот эти фрагменты там где у нас вот эта перекладинка я думаю достаточно будет одной ленточки я возьму темную и сделаю здесь всего там два или три листика эти листики небольшие опять-таки ленточку я где-то использовала изнаночной стороной где-то лицевой но на этом участке тоже должны быть листики поэтому я их вышиваю вот такие небольшие тоже ленточными стежками я их не очень сильно отвожу от линии чтобы как бы все равно сохранялась вот это вот оправленность нашей картинки где у нас буковки расположены ну и вот тут прям небольшой совсем листик 3 можно его и не делал так дальше можно ленточку отрезать потому что переходить далеко а вот дальше мы будем работать двумя ленточками сразу и темной лентой и светлой возьму сначала темную ленту которая сейчас вот у меня была в работе вот на этом участке я опять-таки где-то могу чуть-чуть проколоть вот эту линию которая у нас выступает в виде стебелька и делаю например два листика вот таким цветом с одной стороны не обязательно чтобы они шли попарно один листик например ближе к стебельку другой листик чуть дальше от стебелька то есть чтобы было у нас все не одинаково дальше мы берем ленточку вторую я ее уже опалила и одновременно с 1 использую то есть делаю листик уже в левую сторону светлой ленточкой здесь очень прям в произвольном порядке мы идем то есть можно допустим сделать листик влево потом сделать листик вправо можно сделать два листика подряд можно вообще один только листик светлым например цветом и опять-таки ленточку вот я в этот раз использую то изнаночной стороной то лицевой то есть чередую как у меня вот она ляжет так и ляжет дальше на изнанке у нас две ленты мы в принципе делаем листики маленькие поэтому я их могу просто чередовать но так чтобы в наизнанке у меня они не путались то есть сейчас я беру опять темную ленту и делаю листик вот в этом направлении и можно например опять сделать на этой же стороне листик если так сложно то принципе вы можете сначала сделать листики одним цветом потом листики другим цветом но вот при таком способе удобно то что мы сразу видим всю композицию и видим как расположить лучше листья и сейчас вот я допустим сделаю еще один темный листик но вправо и листики где-то ближе прижимаю где-то больше отвожу в сторону но не слишком сильно чтобы все-таки у нас сохранялась вот эта линия теперь смотрю на изнанке вот эту ленточку отвожу немножко в сторону беру следующее то есть переходы небольшие поэтому каких-то вот длинных линий на изнанке у нас здесь не будет и между собой вот эти ленты тоже они особо-то не путаются здесь на повороте можно сделать вот так вот два листика подряд влево потом может быть даже не возвращаться сделать светлый листик вот сюда а здесь сделать еще один темный листик вот мне захотелось то есть у меня все иголочки и ленточки близко то есть я могу здесь уже менять по своему усмотрению то есть посмотрите вот идут два темных один светлый сюда один светлый тут три темных как-то рядышком то есть очень очень произвольный порядок и так мы доходим до конца продолжая чередовать вот эти цвета где-то я прокалываю ту ниточку основу здесь вот можно сделать один влево один вправо листик то есть вот как вот захочется вам так и делается где-то на стебелек даже могут они зайти опять беру светлую ленточку и проверяю про чтобы не зацепить на изнанке в эту ленту которая у меня идет по изнанке здесь лучше листик прижать поближе потому что мы уже подходим к повороту можно сделать еще один вот с этой стороны а здесь допустим закончить вот у меня кончается уже ленты темные и сделать один еще последний темный листик вот самым-самым последним отрезочком ленты и почти он под цветочек заходит то есть вот эти у нас элементы они должны как бы сойтись здесь у меня из-под розы прям начинали выходить листья потому что я шла в ту сторону здесь у меня наоборот они заходят сюда внутрь это пришел еще один у нас товарищ которого зовут вася такой вот наглый рыжий вася появился еще у нас в доме такой котенок но о нем чуть позже если в следующий раз так тоже любитель вышивки и лент и так мы на этом заканчиваем вот этот участок то есть мы отрезаем эту ленту и другую и получили мы веточку такую разноцветную и главное что вот эта линия она уже выделяется своим каким-то рисунком то есть я считаю что не нужно везде вот делать цветы то есть такие или такие то есть где-то у нас просто идут одни листья и вот такая вот зеленая просто веточка получается с листиками следующий момент это мы сделаем ниточкой и из такой же как мы делали вот этот стебелек то есть вот такого приятного цвета сделаем травинки кое-где то есть вот тут вот я уже сделала вот такую травинку в виде рогаточки можно так сказать ее можно делать используя полупетлю с прикрепом то есть тогда мы делаем сначала вот эту именно полупетлю смотрите мы делаем петелку но здесь получается вот такая как рога . и чуть ниже чтобы образовался треугольничек вот такой делаем как бы стебелек для этих травинок то есть вот такие травин очки они очень небольшие и смотрятся неплохо я считаю что не стоит их делать вот везде около каждого цветка то есть опять таки должно быть у нас какое-то вот разнообразие то есть где то есть где то нет посмотрите где может быть у вас больше промежуток и прямо можно вот рядом с розочкой или рядом с листиками вывести такую полупетлю с прикрепом если допустим далеко вести нитку в принципе можно травинку сделать вот таким образом просто используя обычные стежки то есть не всегда удобно вот вести к верхушке как бы этой петли здесь вот смотрите как лучше расположить вот эти вот усики так скажем то есть вот тут тоже травинка сейчас я близко уже к правой стороне и могу сделать вот именно в виде петли и вот так вот на иголочку как бы подтянуть и уйти вот сюда под цветочек то есть травинки их можно сделать конечно и после цветов и дальше уже смотрите где здесь например здесь может быть вот сюда ниточка она в принципе на изнанке там много места не занимает поэтому например здесь вот я могу сделать опять другим способом потому что идти вот к этой точке довольно далеко и будет тогда переход заметный он может даже просвечивать вот эти вот рога тачки можно делать уже можно делать шире дальше я чуть-чуть где-то вот внизу еще сделаю таких травинок но туда уже вот все таки далековато идти поэтому сейчас закреплю ниточку и начну снизу новую нитку таких травинок если вы хотите может быть и больше в принципе и между листьями вот на этих вот ободочках петелках тоже могут быть травинки то есть смотрите уже как вот по вашей ситуации я вот здесь вот тоже могу сделать такую петлю одеваю и вот так вот почему она называется полупетля потому что иногда бывает что из одной точки мы делаем петелку тогда петля с прикрепом а когда вот эти вот кончики расходятся то это называется полупетля с прикрепом так дальше опять-таки немножко далековато я возьму и сделаю вот тут вот просто одну линию чтобы не тянуть нитку очень далеко то есть просто веточка такая будет а а вот здесь такая же полупетля с прикрепом то есть это вот вариант такой самый простой травиночки которые тоже здесь можно использовать на этой работе и вот здесь вот явно у нас пусто можно чуть больше вот эти усики делать можно меньше где-то вы водите под цветочек где-то там где листики то есть по-разному ну и вот чтобы слева тоже у нас были сделаем слева опять-таки смотрите не просвечивает ли ткань если ткань просвечивает лучше вести нитку так чтобы не было больших переходов по свободной как бы ткани и последнюю травинку сделаю вот здесь травинок много не стоит делать потому что они могут как бы загромоздить вот этот рисунок такую виду вот этот цветок сюда то есть но чуть-чуть вот там чуть-чуть здесь то есть небольшое дополнение тоже она немножко вносит вот какое-то разнообразие и так вот в принципе наши буквы готова то есть есть у нас и вот этот ободок который в виде веточки есть и цветы то есть вы можете вот эти элементы использовать на своей букве уже по своему желанию так ниточку закрепляю больше нам нитка это не нужно дальше мы проведем небольшую тонировку то есть я хочу затонировать только самые-самые серединочки розочек каким образом сегодня мы это будем делать я буду использовать акварельные карандаши но с кисточкой здесь вот есть такой вот красный алый цвет а есть такой чуть-чуть как бы бордовый цвет я уже как-то показывала разные способы тонировки в том числе и с использованием акварельных карандашей то есть также мы смачиваем серединочку сначала цветка можно в каких-то случаях самим карандашом что-то там подрисовывать если тонкие линии если же линии не тонкие а просто нам нужно вот покрасить какой-то участок то мы смачиваем сам карандаш принципе розчик тут вот много можно сразу несколько смачиваем и у нас получается на кисточке такая же краска в принципе как акварельные но вот такой способ он как-то менее опасные в плане протекания на ткань то есть как-то меньше мы берем воды но вот я думаю видно что немножко вот более бордовые серединки то есть я могу спокойно вот сейчас все цветочки сразу и намочить и затем сразу тоже покрасить при желании вы можете вот эти цветочки которые розочки на основе колониального узелка тоже слегка подкрасить но я вот хочу только вот эти серединочки и вот он выделяется этот цвет то есть там где самый центр розы в каких-то случаях можно даже и не сушить вот эти вот акварельные карандаши если мы совсем мало смачиваем ленту но я все-таки посушу потому что вот это из этой серединки может все равно пропитаться водичка и где-то расплыться на ткани и так подсушила в принципе даже вот не так долго как обычно и заметно что вот серединке они чуть-чуть более темные другого оттенка и так в общем то вот на таком варианте уже можно остановиться то есть буква у нас готова еще посмотрим мы как можно использовать дополнительно бисер или бусинки приготовила разные варианты покажу но вот я на своей букве и сделать не буду потому что хочу оставить ее такой вот это такие бусинки пластиковые перламутровые размер у них 4 миллиметра вот они довольно все-таки крупненькие поэтому например такие бусинки можно посадить в серединку каждого цветочка это один из вариантов можно такие бусинки где-то пришить и между листиков например вот на этих ветках то есть при желании вы вот даже такими большими бусинками можете работу уже украсить если использовать бисер мелкий то мы берем уже не белый бисер а например красненький или желтенький и можно его нашить например на кончике вот этих травинок это один из вариантов вот можно желтенький еще попробовать то есть это тоже будет интересно смотреться и как-то разнообразит работу можно в серединку розочки пришить несколько бисеринок вместо вот одной большой бусины то есть вот такие варианты они тоже возможны если вам хочется дополнить еще работу вот такими дополнительными украшениями причем можно использовать и бисер и бусинки одновременно можно использовать что-то одно но вот я все-таки хочу оставить без этих украшений то есть просто вышивку если вы используете бисер или бусинки то пришиваете обычной ниточкой их в то место куда вы хотите ее пришить и так на этом мы заканчиваем работу над нашей буквой если у вас возникают какие-то сложности с тем что у вас другая буква и вы не знаете как ее оформить то опять-таки посмотрите в интернете то есть монограмма и буква такая то то есть там есть как образцы написания красивого буквы есть даже картинки где подрисованы какие-то листочки и цветочки есть даже готовые уже вышитые работы причем очень много работ сделано в технике бразильской вышивки мне очень понравились эти работы но я вот пока ее не освоил от возможно все впереди кроме того можно и комбинировать бразильскую вышивку и вышивку лентами то есть это вот тоже одна из идей и интересных возможностей и так на этом наш мастер-класс заканчивается желаю вам успехов в вашем творчестве подписывайтесь на канал и до встречи в следующих мастер-классах до свидания и и